Здравствуйте! Сегодня я покажу вам очередной топ жутких и необъяснимых видео. Приятного просмотра! Предполагается, что призраки детей, которые застряли в мире живых, часто делают после смерти то, что обычно делали при жизни, а именно играют. Первоначально после ТикТока эти видео попали в Reddit и автор спросил у комментаторов, что они думают на этот счет. Итак, давайте взглянем. В первом клипе автор говорит, что он часто замечает необъяснимое в игровой комнате своей маленькой дочери. Мужчина закрыл дверь, чтобы не пугать ребенка, и решил выйти на контакт с духом. Он говорит призраку, чтобы тот раскрыл себя и показал свое присутствие. Сначала ничего не происходит, но потом банк около телевизора резко и неестественно падает. Затем мужчина просит сделать что-нибудь еще, и игрушечная машинка начинает катиться по тумбе. Во второй раз мужчина снова хочет выйти на контакт. Многие пользователи после просмотра первого ролика предположили, что это дух ребенка. Поэтому в этот раз автор решил действовать по-другому и предложил призраку поиграть. После этих его слов в его сторону с полки полетел маленький мяч. Мужчина близко снимает мяч, чтобы показать, что к нему ничего не прикреплено. После этого автор попросил три раза постучать, если призрак не собирается вредить ему и его семье, и если он безвредный. И это происходит. А что бы вы сделали? Приняли бы эту ситуацию и смирились, или закрыли бы эту комнату на замок и выбросили бы ключ от нее? Дебби Мерик пришла на программу, которая транслируется в прямом эфире, чтобы рассказать про свою одержимую куклу. Она даже не хочет смотреть на нее. Женщина владеет ей всего лишь месяц, но за это время случилось немало мистических вещей. На членах ее семьи начали ни с того ни с сего появляться царапины. Как и на ее друзьях после посещения ее дома. Когда Дебби рассказывает историю о том, как она приобрела куклу, происходит нечто странное. Все замечают, что кресло-качалка, на котором находится кукла, начала само по себе расшатываться, будто кукла живая и она раскачивается в нем. Как вы видите, кресло ничего не привязано, и более того, все происходит в прямом эфире. Из-за освещения даже кажется, что из одного ее глаза идет слеза. Кроме этого, эта кукла довольно жуткая сама по себе. А этот дом и правда, похоже, преследует что-то необъяснимое. Уже более года семью этого мужчины терроризируют нечто жуткое. Он снимает все на камеру, и большинство случаев уже доказано им самим. Неоднократное проявление сверхъестественных вещей каждый раз пугает членов его семьи, как в первой. В последнее время паранормальные вещи в его доме усилились. Несколько ночей подряд мужчина по имени Ли просыпается от непонятных звуков. И он решил поставить камеру в спальне, чтобы та смогла снять источник непонятного шума. И вот что она сняла. Субтитры делал DimaTorzok Столик около кровати начинает очень быстро трястись, и даже одна из статуй на нем падает на пол. Это разбудило Ли. Но он не смог пошевелиться от страха в тот момент. На следующую ночь Ли установил камеру в коридоре и направил ее на ванную. И опять ему удалось снять кое-что даже у тебя пугающее. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шторы двигаются сами по себе. Но даже если некоторые из вас подумают, что это ветер, то посмотрите, что произошло дальше в самой ванной комнате. Мало того, что дверь туда сама открылась, так после этого там что-то с грохотом упало. А затем мимо дверного проема прошла чья-то прозрачная фигура. Слишком много странностей для обычного совпадения. В этом доме живет одинокая женщина. И она часто слышит чьи-то шаги и странные звуки с чердака. Когда она туда заходит, там никого не оказывается. Она решила поставить камеру туда, чтобы она записала, что там происходит. В описании к этому видео она написала, что ее дом очень старый и все происходит в Италии. Камера все сняла не сразу, а только несколько часов спустя. Поначалу ничего необычного, но потом стол, стоящий вдалеке, начал двигаться. Еще несколько секунд спустя стол опять сдвинулся со своего места. Затем начала двигаться старая деревянная лошадка. Эта девушка думает, что в ее доме живет потусторонняя сущность. Все началось со странных стуков из пустых частей дома. Тем не менее, в этом клипе на камеру попало это нечто. Она начинает запись при первых стуках. В этот раз она одна, и стуки идут из подвала. Она знает, что ее собака Дэйзи слишком маленькая и не способна на такой грохот. Более того, когда девушка собралась подойти к лестнице, ведущей в подвал, она увидела, что ее собака уже сидит там и смотрит вниз. Девушка продолжает снимать и подходит к лестнице. Внизу темно, но все равно виден чей-то черный силуэт с очень длинными ногами. Когда силуэт отходит, то видно, что он нечеткий. Девушка в шоке отходит оттуда, находясь в ужасе от увиденного. В другом своем видео девушка сняла, как эта сущность в ее доме вышла на новый уровень. Кроме всех предыдущих странных вещей, в доме начали двигаться предметы. Девушка пытается общаться с этой сущностью, чтобы поймать паранормальную активность на камеру. Она поставила игрушку на пол и начала просить, чтобы сущность двинула ее со своего места. Но ничего не произошло. Затем девушка начала задавать вопросы. И сперва она поинтересовалась, как зовут эту сущность. Девушка все еще надеется, что это существо как-то проявит себя. И она просит его хотя бы постучать. Но происходит это. Девушка чуть не роняет камеру на пол. Одни люди не верят, а другие считают, что у девушки очень искренняя реакция на все происходящее. И что это все правда. На сегодня вот и все. Как всегда, выбор за вами, верить во все это или нет. Я никого не убеждаю. До новых встреч.